добрый день друзья с вами дамир и данный бой на топе т-34 китайский аналог советской т-34 машины победы и китайцы любят все скажем так копировать это у них любим занятие вот они решили скопировать наш советский т-34 он получился естественно хуже чем советский китайцы любят делать что так и дешевая но похуже по качеству вот и так т-34 получился похуже по качеству там если там единственное маленькое различие между советским т-34 и китайский т-34 именно в данной игре но об этом чуть попозже вначале расскажу про характеристики т-34 то есть у него все те же характеристики по факту советском за 34 бронепробитие 112 голдой 108 здесь вот 108 дети просто очень шикарно пробитие для танка пятого уровня на голде альфа все 85 но скорострельность просто сумасшедшая утопит этой четверки то есть там около двух секунд один выстрел очень где-то 1 и 9 из там все с поставить на скорость 3 не стоит 1 9 на выстрел скорострельность здесь очень большая скорострельность и урон минута получается базовые только 2200 если поставить досылатель то мы получаем где-то в районе 2 500 там с боевым братством район 2 500 дпм обзор у нас всего лишь 30 метров но это тоже хороший обзор 30 50 метров то есть мы можем поставить не за там видите то же самое боевое братство и мы уже имеем достаточно неплохой буст к обзору но все равно мы не имеем большого обзора из-за чего все-таки совету себя ставить рога именно именно с рогами мы будем видеть на максимальное расстояние то есть на все 445 метров только с рогами поэтому возите рога прочность 40 всех кп что принципе как у всех средних танков на пятом уровне максимальная скорость 55 вперед и 20 назад то есть очень быстрая стэшка который может манеровать менять фланги и этим нужно пользоваться по броне там брони по факту нет 45 корпус под наклоном 60 градусов башня 52 принципе 45 под наклоном 60 градусов у нас получат где-то приведен к там в районе 90 миллиметров танков условно там 3 уровень 4 уровня мы может быть даже сможем затанчивать есть немного еще будем ромбовать но в любом случае не стоит рассчитывать что мы будем что-то отбивать могут быть какие-то рикошеты от бортов если не будут скажу так нас правильно выцеливать и так далее так за 4 будет все принимать себя уроном поэтому стараться все-таки не подставляться и наносить урон после того как например соперника стреляется или принесся инвиза это там все-таки позволяет делать море с торгами мы не максимально обзор и теперь перейду к тому что является как так единственным отличием от советской т-34 единственное отличие у тайп т-34 в н 5 градусов и вверх 25 градусов то время как у советской т-34 пушка кусается на шесть градусов это действительно единственное отличие потому что по боям когда играл играл ну специально играл бой на мастера я прям это прочувствовал что чего-то как будто не хватает у этого тайпа и какой тысячи таки различия между советских три-четыре и решил посмотреть чем же не отличается что там не такое подошли мне ощущение было что как будто у средства три четверки лучшего в н нежели от у этого китайского и вправду как оказалось в н и у китайцев 5 градусов советской 6 градусов и это в боях очень сильно чувствуется это можно сравнить например объект 140 или объектом т-62 а то есть то же самое у 100 46 градусов уж все двойки 55 градусов тут то же самое различие и естественно лучше выбрать тот танк у которого лучше у в н и и поэтому советство три четыре сети лучше он более нагибателен с ним можно играть больше от скажем так холмиков показывают только башенку в отличие от китайского один градусов достаточно большое преимущество иногда его бывает реально очень сильно не хватает в разных ситуациях целом как играть на тайпе т-34 нужно стараться быть таким кемпером то есть если платья в топ на определенных картах химмельсдорф или с к вам нужно что-то там делать активно но активно каких образом не одному а с кем-то и пытаться все-таки сохранять свой хп и больше больше настреливать а на тайпе т-34 на советском т-34 в н-8 очень хорошо поднимается если вы можете настреливать там там за от 600 урона если вы будете настреливать то есть у вас уже там уже будет фиолетовая статистика по в н-8 делать это достаточно просто потому что у нас есть высокий дпм за счет дпм можно много настреливать и целом и влиять и на победу то есть на т-34 можно действительно иметь очень хорошую статистику по победам про индии от 60 уж точно ваша танк является как я считаю а то есть имба на пятом уровне ложь так такого дпм нет у многих танков пятого уровня там есть просто калычка личные танки условно там за м4 там который на фугасках играются примеру или например чех 5 уровня школа т-24 так у него вообще нет никакого дпм и мы можем вообще легко его перестрелять убить вот здесь такая ситуация что нам пришлось как так с моим созвод там тащить данный бой я был в этом плане уже два дня но скажем так за эти два дня там с этим парнем вот что пообщались и решили скатать взвода бои скажем так сумели твоем несколько каток затащить это вот если нашу бой совместный где мы играли где я получал мастера вот и за один вечер получилось так много чего интересного на играть сон т-34 очень хороший там тоже один из нагибаторов но советский все-таки намного лучше вот здесь я получил мастера и 1 отметка на ствол ну в дальнейшем больше на китайской 34 не играл и совет посмотреть как и стал 10 боев на т-34 просмотр там высокий воен 8 на этом все всем пока пока бро братан братишка подпишись